Ребят, всем здравствуйте! Доброго времени суток! Как ваши дела? Как ваше настроение? Надеюсь, у вас всё хорошо. Я извиняюсь за свой голос, я немножечко приболела. Ещё вчера хотела записать видео, но было плохо. Попила лекарств немножечко полегче, хотя слабость в организме. Но не смогла промолчать. Вчера посмотрела видео. Вчера, да, кажется? Вчера или позавчера? Я уже не помню, у них, у пиратов столько видео выходит, что, ну, невозможно всё упомнить, что когда было. Нина опростоволосилась, хотела опозорить свою зрительницу, но опозорилась сама. Знаете, я не люблю оскорблять людей, кто меня знает. Я очень редко прихожу на личности. Но здесь не смогу промолчать и скажу, как я думаю. Вот эта мужеподобная, неопределённого возраста, женщина, которая вечно врёт, вечно хайпует и думает, что, наверное, все так поступают. Девушка написала ей, что она летит на лайнере отдыхать в Дубае. И Нину просто бомбануло. Как так? Кто-то едет в Дубае. Она себе, конечно же, такой поездки не может позволить. О ней только может помечтать. Её уровень – это Турция или Египет. И она посчитала, что девушка над ней решила посмеяться, высмеять. И тут она уцепилась за слово «лайнер». Нина дожила до 37 лет вместе с Вовой и не знает, что есть авиалайнеры. Да, человек сократил и сказал «лайнер». Нина, ты же сама просила, чтобы люди писали, куда они идут путешествовать. Возможно, у них какие-то проблемы произошли. И человек просто тебе написал. Но ты не смогла сдержать свою желчь, начала кривляться и высмеивать человека, что она летит на лайнере. Ну, извините, она не знала, что ты настолько необразована. А как же так, Вовчик? У нас так любит философствовать. Он во всех сферах знаток. И даже не знает, что существуют авиалайнеры. Очень печально. Мне кажется, такие вещи знает даже простой школьник. На прошлом видео мне писали, что вы их обсуждаете, потому что вы очень им завидуете, то, что они сидят дома и хорошо питаются. Вы серьёзно? Вы считаете, что пельмени, яичница, колбаса – это предел мечтаний? Это такое хорошее питание? Или вы, наверное, едите одну картошку или что? Что вы считаете, что это какой-то шик? Им что, привозят на самолёте какие-то экзотические фрукты, какую-то экзотическую рыбу? Чему завидовать? Не знала, что разбодяженному супу можно завидовать. Конечно, мы же все мечтаем есть такие экзотические блюда, которые нам показывают пираты. Я не пойму, комментатор голодает, если он считает, что это предел мечтаний такой еды. И то, что они не работают – это счастье. А в чём счастье? Сидеть в четырёх стенах – это счастье. И выходить только в магазин за продуктами? Я тоже сижу дома в декрете, хожу, правда, по выходным на работу. Правда, не всегда, когда просят подменить человека. У меня есть возможность, когда муж может посидеть в выходные с ребёнком, я выхожу на работу. И для меня это счастье – пообщаться с людьми, с коллективом. Для меня это интересно. Но так как Нина боится людей, конечно, для неё предел мечтаний – сидеть дома. Например, если бы у меня была возможность сидеть дома и не работать, у меня было бы очень много денег, и я бы не работала в том случае, если бы я смогла себе позволить путешествовать с одной стороны в другую, посещать интересные места, ездить на экскурсии, получать вот эту массу удовольствий, а не просто приехать, чтобы пожрать, чтобы не готовить дома и ждать от обеда до ужина, что же там подадут. Я понимаю, да, люди тоже едут, чтобы попробовать экзотическую кухню, но это не заключается, вся поездка их в этом. Люди едут, чтобы получить эмоции. Но пираты у нас получают эмоции только от еды. Больше их в этой жизни, мне кажется, ничего не интересует. Так что я не знаю, чему там завидовать. Я даже врагу не пожелаю такой жизни – сидеть в четырех стенах с человеком, который тихо тебя ненавидит, обзывает скотиной и всеми другими нелицеприятными словами. Так что для меня непонятны такие комментарии. Я вообще независливый человек, а уж такому завидовать? Ну, я не знаю, кто может такой жизни позавидовать. Сегодня Татьяна Лазарева мне бросила в дзен скрин с видео Нины, где Нина бежала, бедная, на работу, любимую работу, что даже не заметила, как свою тунику одела задом наперед. Ну, потом, в продолжительности видео, она все-таки переодела ее. Как можно так одеть и этого не заметить? Я не понимаю. Это же даже неудобно просто. Но Ниночка горит, горит на работе. Она сказала очень, опять же. Опять в тысячу первый раз сказала, что какая тяжелая работа блогера. Она пекла торт всю ночь. Знаете, такое ощущение сложилось, как будто она нам его пекла, как будто мы придем к ней на чаепитие. Она сварганила торт пятикилограммовый и будет нас угощать. Вы не для нас его делали, а для себя. Нина сказала, что на Вовчика посмотрела совершенно другими глазами. Как же он ее поддерживает и помогает. Да, мы видим это изо дня в день, как он тебе помогает и поддерживает. С боем и криком ты гонишь его на кухню, чтобы он тебе что-то помог. Ну, а куда ему деваться? Ему приходится тебя поддерживать. Знаете, как осенняя харизма, извините, если я неправильно назвала ник в ютюбе. Девушка мне всегда пишет, что Вовочка пленный. Меня это очень смешит. Вот действительно, куда пленный может деться с подводной лодки? Она говорит, мы везде вместе. Конечно, вы вместе. А куда он еще может деться, если он не ходит ни на работу, никуда? Конечно же, вы 24 часа в сутки вместе. Нина говорит, что другие мужчины могут каждый день дарить цветы, но оскорбляют и изменяют своим женам. Нина, твой Вовочка не дарит тебе цветы ни каждый день, ни по праздникам. И также каждый день тебя оскорбляет последними словами. Вот я честно за 40 лет нигде и никогда не слышала, чтобы муж к жене так обращался. По поводу и без повода. И то, что он тебе не изменяет, это большой вопрос. Ты уже забыла, как года два назад, наверное, я видела видео, где Нина в слезах, в соплях рассказывала, как Вова общался в WhatsApp или где-то с женщинами. Что она словила, что он где-то в туалете сидел и переписывался. Но не просто так же он переписывался с ними. Так что вот эти твои влажные мысли, что ты хочешь сказать, какие мы все бедные, несчастные, одинокие, а кто не одинок, тому изменяет. А Вовочка у тебя надежный, поддерживает тебя, сидит рядом 24 часа. Хотя у тебя все резко очень меняется. Завтра будет скандал, и Вовочка будет хуже всех. И нужно его выгонять, и почему ты это все терпишь. Этот сценарий мы выучили уже наизусть. Знаете, вот мне интересно, если бы YouTube не платил вообще никаких денег. Сейчас, да, он платит 30%, уж стольник, худо-бедно, Нина с Вовой имеют. Им это вполне хватает. А если бы он не платил эти деньги, оставался бы Вова с Ниной? Для меня это большой вопрос. Знаете, когда они сошлись вместе, Нина продала мамину квартиру. За эти деньги она Вовочку возила в путешествие. На это Вовочка и клюнул. Сначала были деньги от квартиры, на которой они жили, ну, а потом подвернулся YouTube. И как было хорошо. А если он прикроется, не факт, что он будет терпеть вот эти все выходки без денег. Но это всего лишь мое мнение. Ребят, пишите, что вы думаете. Всем удачи. Пока-пока.